Как вы думаете, есть ли взаимосвязь между эмоциями и физическим состоянием? Преобладание тех или иных эмоций как влияет на органы и системы? Как справляться с всплеском эмоций? Обо всем этом узнаете, досмотрев видео до конца. Вся жизнь человека складывается из череды событий, которые по восприятию вызывают положительные и отрицательные эмоции. Эмоция – это реакция высшей нервной деятельности на происходящее вокруг нас. Эмоции могут быть со знаком плюс и со знаком минус. Все они приводят в организме в действие механизм различных химических реакций, приводящий к синтезу или активации биологически активных веществ, таких как гормоны и энзимы. В зависимости от вида реакции организма происходит раздражение этими медиаторами определенных участков органов и систем. Как вы думаете, есть взаимосвязь между эмоциями и физическим состоянием? Конечно, существует прямая зависимость глубины психоэмоциональной реакции на работу определенных органов и систем. Правда ли, что все болезни от нервов? Да, именно так. Ведь за счет влияния высшей нервной деятельности происходит расстройство или наоборот активация множества функций. Положительные эмоции вызывают стимул к жизни, способны повысить неспецифические защитные силы организма, улучшить качество жизни. Ведь не секрет, что оптимисты более выносливы и порой преодолевают серьезные заболевания гораздо легче, чем пессимисты. Отрицательные эмоции запускают вредоносные импульсы, приводя к нарушению функций органов и систем. Конечно, жизнь человека не может состоять только из благоприятных стимулов, но воспитать в себе устойчивость к различным стрессам просто необходимо, если мы хотим прожить долгую жизнь и как можно дольше не обращаться в аптеку. Преобладание тех или иных эмоций. Как влияет на органы и системы? Какие гормоны отвечают за положительные эмоции? При стабильной концентрации в крови серотонина и дефамина, человек с оптимизмом смотрит в будущее. Его органы работают в нормальном режиме и не дают сбоев. Повышение норадреналина и адреналина вызывает стрессовую реакцию, которая побуждает либо противостоять неприятностям, либо сдаваться. Именно эти гормоны вызывают нарушение кровотока и иннервации внутренних органов и распределению кровотока по всему организму. Как реагируют органы? Страх возникает при угрозе реального бедствия. В головном мозге рождаются импульсы, которые устремляются на периферию и первыми реагируют почки, а вернее вся мочевыводящая система. Частое ощущение страха приводит к хроническим заболеваниям почек. И наоборот, болезни почек вызывают постоянное чувство страха. Зацикленность на проблемах отзывается в прямой кишке, которые реагируют застойными проявлениями, запором и геморроем. Постоянное нахождение в состоянии напряжения сказывается на всем кишечнике, вызывая боли, вздутие и бурление. Также возникает неустойчивый стул. Гнев формирует патологию печени и желчеводелительной системы. Приводит к формированию гепатоза и холецистита. Переживание эмоций в себе вызывает патологию сердечно-сосудистой системы с возможным развитием аритмии и повышения артериального давления. Нервные потрясения могут спровоцировать приступ бронхиальной астмы, а пребывание в растерянности отзавятся болью в области сердца. Обида спровоцирует боли в суставах за счет развития аутоиммунных изменений. Самокопание в себе приведет к частым головным болям. Апатия, переходящая в беспокойство, выразится болями в шейном отделе позвоночника. Вы спросите, почему так происходит? В организме существуют определенные энергетические каналы, которые связывают различные органы и психоэмоциональную деятельность. Именно распространение импульсов по этим каналам приводит к поражению органов. Как справляться со всплеском эмоций? Для улучшения своего состояния необходимо научиться справляться со своими эмоциями. Это отразится на качестве жизни и физическом здоровье. Чтобы уменьшить воздействие негативных эмоций, приводящие к заболеваниям, необходимо вырабатывать специальный антистрессовый иммунитет. Для этого необходимо Высказывать вслух, обсуждать наболевшие проблемы. Постараться переключаться на другие эмоции, решение которых возможно в ближайшее время. Управлять энергией эмоций. Совершать физические упражнения для расходования отрицательной энергии. Уметь трезво смотреть на вещи, развенчивать положительные иллюзии. Решать проблемы постепенно, по мере их поступления, а не накапливать, чтобы не находиться постоянно под напряжением. Постоянная работа над собой позволит выработать иммунитет к многим проблемам и не даст эмоциям завладеть не только вашей душой, но и телом. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия! Продолжение следует...